но сказали что такое небо это значит это к ветру итак сегодня у нас 14 октября всех поздравляю с праздником покрова пресвятой богородицы мишенька нашел то что искал и идет домой и все-таки я мечтаю добраться до хортицы вперед миша включаюсь повторно хотела выйти только в одной джинсовой курточки но как я сказал хорошо ум победил а дело еще и кожаную из секонд-энда докладываю дальше обстановку в кармане денег нет наличных поэтому добираемся только бесплатным транспортом и пешком карточка есть есть варианты где-то сниму все жду до упора не сказали фотографируй поэтому мы фотографируем по такую красоту осенью 14 октября всех с праздником но в ней по крайней мере можно есть спокойно горячая и зубы были наверно так шо мне сказали на кортицу меня не пустят а вот технологию ухода за пчелами докупить а придется он меня благодарит скажите ему сколько стоит 20 я иду снимать деньги пускай он рассчитывается медом конечно спасибо и можно вас поздравить с праздником покрова из демгорода поздравьте запорожцев что вы им желаете и таких же собачек в своих руках удачи и так мишенька не смог получить деньги там не там идет он еще в одно место там может быть я получу и гублю книгу про пчел рассчитываю на какие-то дивиденды литр пчел литр меда мне не помешает ну хотя бы пол литра ну что я вам скажу я снял деньги идет навстречу ко мне военной ну я не говорит можно вам помочь дедушка ну что я сказал я не могу отказаться от помощи и хочешь не хочешь пришлось взять денежку которую мне дал вот это денежка я просто поражен дай бог ему здоровья удачи и всем с праздником вот так бывает идешь вроде бы снять деньги а тут деньги тебе валятся в руки здоровья ему некоторые отказываются но я не отказался что я скажу придется и мне помочь кому-то дай бог ему здоровья ну что видать я действительно страшно выгляду выгляжу если дают мне деньги ну дают бери бьют беги такой фильм у меня с детства мишенька уходит с покупкой купил книгу ну и не видит фигу но я думаю что я за нее так сказать получил дороже дмитрий не буду мой хозяин не не обеднеет вот так мишенька вышел на остановке посмотрел почем здесь принимают вторсырье и сейчас доберется до покровского собора 2007 году я со своим товарищем другом валентином ивановичем был на открытии этого собора едем туда что я хочу сказать я вышел на этой остановке с трамвая стоит мужчина и здоровается со мной все-таки блогера мишу потапенко узнают но это приятно страшненький правда но блогер то еще скажу я стою напротив кафе которые мы когда-то строили крышу делали и в 1959 году я в нем был и кормили там меня бама с папой слабо говорю но говорю так когда мы работали там была женщина которая пекла пирожки рассказала что да я в этом кафе работала она отработала там лет 40 вот такие люди пирожки были вкусные по 10 копеек с мясом сейчас идем заведующая в этом кафе была великолепная регулярно нас подкармливала когда привозили печенку все строители бежали и набирали я печенку не ел поэтому не бежал а сейчас бы в припрыжку попрыгал бы спасибо спасибо ну что сказали что дают булочки дают чай и я тут как тут у меня узнают все таки я прибыл туда где был можно сказать сколько это лет 13 и 12 обалдеть пока не смогли он не могу сложить нахожусь под впечатлением очередь за чаем и я тут как тут блогер миша на празднике покровы пресвятой богородицы чай мне дали булочку дали что еще надо в этой жизни посчитал оказывается пока еще не могу сложить